Почему я выбрала эту тему? Одного моего дедушку зовут Янкель Мурдухович Шапира, он из Одессы. И с детства в маминой семье я слышала идиш. И второго моего дедушку зовут Вениамин Исакович Гольштейн, он из Витебска. И тоже его родным языком был идиш. И они, дедушки и бабушки мои, говорили на идиш только тогда, когда они хотели, чтобы мы, дети, не понимали, о чем они говорят. И с детства этот язык вошел в меня. Я с детства полюбила, не зная, еврейский это язык или нет, идиш. Просто сами голоса моих любимых дедушек и бабушек, произносящие эти слова, врезались мне в память. И потом, когда я уже стала подрастать, и я узнала, что это за язык, и кто на нем говорит еще, мне дедушка мой сказал, ты учти, что в этом языке нет слов, которые обозначают войну, агрессию, оружие. Это язык, как он сказал, маме лошен, то есть это женский язык. Вы знаете, евреи пользуются и обязательно учат два языка, иврит и идиш. Ну вот идиш считается языком кухни, языком мамы, потому что на идиш говорили, торгуя в лавниках. Этот язык был домашним, бытовым, а иврит – это высокий язык торы. И я не специалист по идишским песням, я не специалист по идишу. Я просто хочу поделиться с вами тем, что я люблю сама, тем, что я слушаю. Так хочется поделиться с друзьями, чтобы друзья знали и слышали то, что я люблю. И сегодня мы будем слушать разные песни и разных певцов. Это будут и идишские певцы, и идишские тексты, это будут еврейские композиторы. Сказать честно, в этом нет никакой системы. Но я повторяю, я хочу поделиться с вами тем, что я люблю. Итак, мы начинаем. Песни на идиш. И первым, о ком я буду рассказывать, это будет знаменитый певец, о котором, я думаю, вы все знаете и помните. Сейчас это имя забыто, но мы сейчас вспомним этого прекрасного певца. Зовут его Михаил Александрович. Помните его? Михаил Александрович, певец с милостью Божией, с семи лет покорявший слушателей, исполнением классического репертуара и еврейских песен. Он прожил долгую жизнь, в котором выпало столько событий, что их вполне хватило бы на несколько биографий. Война и потери близких, всенародная слава и гонение, иммиграция и триумфальное возвращение на родину. Михаил Александрович родился 23 июля 1914 году в латвийском селе Берспилс, в небогатой семье. Родители работали на постоянном дворе и торговали в лавке. Отец, самоучка, музыкант, сам учивший пятерых детей пение и игре на скрипке, к счастью, заметил необыкновенный дар четырехлетнего мальчика. У него был абсолютный слух и чистый, сильный голос. И в 21-м году семья перебирается в Ригу, чтобы дать Мише хорошее образование. В Риге открылась народная еврейская консерватория. Вы только подумайте, человек, который имеет постоялый двор, без высшего образования, едва грамотный, переезжает в большой город для того, чтобы дать хорошее образование своим детям. Отец трудом уговорил преподавателей прослушать семилетнего болезненного маленького роста ребенка. И когда они прослушали его, они ахнули. Перед ним стоял зрелый певец, не нуждавшийся ни в постановке голоса, ни в постановке дыхания. Пораженные учителя организовали для своих закрытый концерт. А через две недели в лучшем зале города второй Рига пришла в неистовство. Восхищал не только невероятно красивый голос, но и взрослая интерпретация сложных музыкальных произведений. А вот что написал Александрович о том, как занимались с ним учителя. Когда я учил песню Шуберта «Шарманщик», уроки приходилось прекращать, потому что я начинал плакать. Я видела этого бедного человека, стоящего босыми ногами на льду, вертящего свою шарманку, у которого в тарелочке не было ни копейки. Занятия прекращались. Отец и педагог брали меня за руку и шли гулять. Покупали шоколад и через несколько дней приводили обратно. После мутации голоса выступления певца продолжали. Слава росла. Ему предлагали петь в опере, но Александрович отказался, понимая, что при росте метр пятьдесят восемь и деликатном телосложении он выглядел бы забавно рядом с дародными солистками. Семья жила тяжело, и девятнадцатилетний певец, чтобы помочь семье, отправляется в Англию и побеждает в конкурсе на место кантера Манчестерской синагоги. На это место претендовалось того человека. Понравился правление синагоги этот мальчик, но смущала его молодость. Недостаток жизненного опыта и отсутствие в пении еврейского надрыва и плача, что необходимо в синагогальном пении. Положение спас один раввин, который заметил, что будущего кантера просто надо женить. И тогда у его пении сразу появятся и плач, и стенания, и слезы. Александрович работу кантера сочетал с учебой у знаменитого итальянского тенора Джилии. Он соединил в пении хазанут и итальянское бельканто. Когда старейшины Манчестерской синагоги стали настаивать на женитьбы, Александрович расторгнул контракт, как гоголевский подколесин сбежал. В Латвию переехал в Литву, где продолжал работать кантером в синагоге. Певцу разрешили устраивать светские концерты. И скоро пришлось продавать синагогу билеты, чтобы ограничить толпу, рвавшуюся послушать молодого певца. Синагоги были недовольны и говорили, что мы театр, чтобы к нам продавать билеты. Но главный раввин Литвы сказал, все годы мы занимаемся одним вопросом, как удержать евреи в синагоге. Евреи перестали закрывать свои лавки по субботам, магазины и конторы, чтобы не терять деньги. Они не ходят в синагогу, они сидят в конторах. И вот приехал этот молодой человек, и теперь мы боремся против того, что синагога не может вместить всех желающих. Мы должны его приветствовать. Он один делает больше, чем все мы. И сейчас, наконец-то, мы послушаем песню, которая так и называется «Спой мне песню наидиш». Спой, скрипач, мне песенку наидиш, я улыбнусь, ты сам увидишь, Чтоб каждый старый мал тот добрый свет узнал, и вместе с нами пел и танцевал Песенку без боли, слез и горе, о временах тех, чтоб наступит вскоре. Сыграй и спой мне так, чтоб сгинул черный мрак, а вместе с ним и ненависть и страх. Как мы все этого желаем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В выдержской культуре и выдержских песнях есть удивительное сочетание мягкости, грусти, веселья и вот этого спектра человеческих чувств. И когда ты слушаешь эти песни, тебе хочется и смеяться и плакать. Когда СССР захватил Латвию в 1939 году, Александрович стал гражданином СССР. С началом войны он постоянно выступает на фронтах. Певец никогда не позволял себе появиться на публике в телогрейке или в ватнике. Всегда, даже зимой, в смокинге, в колстуке бабочки и лакированных ботиночках. И это был настоящий артистический подвиг. Тенора и вообще певцы берегут свой голос, боятся холодного воздуха и накуренных комнат. А он давал двухчасовые концерты, стоя в лакированных ботиночках на снегу, на ветру и непокрытой головой. После войны артистическая карьера складывается великолепно. Он любимец Сталина и в 1947 году получает звание заслуженного артиста РСФСР и лауреата Сталинской премии. Огромными тиражами выпускаются пластинки, по радио звучат песни в его исполнении. И в лучших залах страны проходят его гастроли. Он, пожалуй, был единственным певцом, который себе позволял петь в концертных залах песни на идиш. Субтитры подогнал «Симон» 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 И уменьшили гонорары Все труднее стало исполнять На эстраде еврейские песни В Риге, где жила Вся семья Александровича За сионистскую деятельность Была арестована его племянница Когда ее арестовали Он пришел домой и сказал «Кажется, нам снова придется бежать» Эмиграция из Советского Союза Была вынужденной Власти буквально вытолкнули Певца из страны «Я не жалуюсь на мою жизнь В Советском Союзе», Писал он в своих воспоминаниях Единственное, чего мне не хватало, это возможности служить еврейской культуре своему народу, а именно это для меня важнее всех материальных благ. Но видит Бог, я люблю эту страну, я искренне хотел стать ее сыном, и не моя вина, что я остался пасынком. В 1971 году он эмигрирует в Израиль, а потом перебирается в США и дает концерты, выпускает пластинки. Ему впервые создали в жизни идеальные условия для творчества, и синагога, где он служил кантором, стала не только местом службы, но и концертным залом. К счастью, Михаил Александрович, который очень скучал по России, дожил до той поры, когда смог вернуться в Россию к своей публике, о которой он так тосковал. В 1989 году по приглашению в госконцерты из Союза театральных деятелей Александрович совершил турне по России, и везде его встречали восторженные зрители, не забывшие своего кумира. Свой прощальный концерт 83-летний артист дал 26 мая 1997 года в Большом зале консерватории. Это был концерт литургической музыки. Его не стало. В 2002 году на его похоронах главный раввин Мюнхена сказал, вы все люди грешные, но когда он предстанет перед судом Всевышнего, ему достаточно будет спеть несколько фраз. И если у него есть грехи, то они ему будут прощены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok